Я еще, пожалуй, назову очень важный сюжет, который требует внимания. Мы же помним, что был сбит российский вертолет. Это же военный вертолет. Но он же не просто военный вертолет. Он же не военный транспортный вертолет. Это Ми-24. Это штурмовой вертолет. Это боевой вертолет. Возникает вопрос. Секундочку. Мы уже говорили о том, что он сбит на территории Армении. Что это российский вертолет. А откуда там вертолет? А это вертолет 102-й базы, расположенной в Гюмри. Той самой базы, которая находится на армянско-турецкой границе. В нескольких сот километрах от того места, где этот вертолет был сбит. И возникает вопрос. А что там делал вертолет, где он никогда не находился? И где нет турецкой границы? Потому что он находился рядом с Нахичевани в Зангизуре. И рядом с фронтом. И это совсем не зона ответственности со второй базы. А оказывается, этот вертолет сопровождал колонну российских войск. А куда же они двигались? Во-первых, что это за войска? И куда они двигались? А двигались они в Карабах. А что они собирались там делать? Они собирались выполнять миротворческую миссию. А что это были за войска? Да. А это были войска 102-й базы. Вот почему-то никто не задумался. А почему это, собственно говоря, миротворческую функцию Путин поручил выполнять 15-й мотострыковой бригаде, расположенной в Ульяновске, за 2000 километров от Карабаха? Или там за полторы тысячи километров. А почему эта задача, хотя бы первоначальная, для разведения сторон, не была поручена тем, кто находится просто на месте, в базе Гюмри, в которой мы пройти от Гюмри до Лачина, совсем не то, что этим ребятам долететь из Ульяновска, высадиться в Эребуне, разгрузиться и проделать тот же самый маршрут. Очень интересно. И почему же? А потому что вначале Путин направил туда войска 102-й базы, колонны, которые сопровождались российскими военными вертолетами. И товарищ Алиев, судя по всему, сказал, а вот нет, вот эти нет, эти находятся на территории Армении. Ну понятно, что когда войска находятся на территории того или иного государства, у них возникают определенные отношения с принимающей стороной, соответствующие симпатии, соответствующие контакты и так далее. И в качестве сигнала, что это неприемлемо, был сбит российский вертолет. И вместо того, чтобы возмутиться и использовать это в качестве какого угодно привлога или повода или причины для разворачивания соответствующих такому случаю действий со стороны сверхдержавы, или хотя бы крупной державы, господин Путин сказал, да, конечно, извините, и 102-я база в миротворческих усилий принимать участие не будет, а вместо нее мы направим аж из Ульяновска 15-ю мотострелковую бригаду, для доставки которой, естественно, требуется гораздо больше времени, и за это время азербайджанские войска на территорию могут еще кое-что сделать. Мы можем продолжать еще немножко, но это просто говорит о том, насколько в данной ситуации Азербайджан оказывается реальным не просто победителем, но и диктатором того, что происходит на местности. И с точки зрения военной, и с точки зрения разведывательной, и с точки зрения определения, какие российские миротворцы должны быть, а какие не должны быть, какие турецкие военнослужащие должны быть размещены или не должны быть размещены, как, впрочем, и отсутствие, судя по всему, каких-либо, по крайней мере, подтвержденных контактов между Путиным и Алиевым за эти 44 дня до последней ночи 10-го числа, в ходе которой, между прочим, Алиев не только потребовал отсутствие Пашиняна, что было получено, не только сказал о турецких миротворцах, что подтвердилось, но это именно Алиев зачитал пункты заявления, которые потом были опубликованы. Обращаю внимание, не Путин, это Алиев зачитал. И если Алиев зачитал, это означает, что главный автор этого заявления о перемирии, господин Алиев, а не Путин. Кремлевские средства массовой информации могут говорить что угодно по этому поводу. Возлагать венки, Лаврова или какие-то еще на Путина, на Лаврова, это их дело. Но тот факт, что именно Алиев зачитал это заявление, говорит о том, что продиктовал его он. И это говорит о том, что, судя по всему, главным участником вообще этого переговорного процесса был Алиев. И он согласился на переговоры, наконец, с Путиным только тогда, когда он добился своих целей. Судя по всему, судя по всему, мы до конца этого не знаем. То есть, конечно, если бы не было бы этого случая, азербайджанские войска шли бы дальше. И то, чтобы они взяли Стебонакерты, что бы они заняли Нагорный Карабах, это бесспорно. Но Алиеву, видимо, было нужно не это. Ему нужна была Шуша, как символ, как символ для азербайджанцев, для Азербайджана. Он ее получил. Взяв Шушу, он перерезал главную стратегическую дорогу, связывающую Карабах с Арменией. Вторым требованием передачи Кельбаджарского района, он перерезал вторую дорогу. И таким образом весь Нагорный Карабах оказывался в мешке. Это для Алиева гораздо важнее, полезнее и удобнее, чем оккупировать Карабах азербайджанскими войсками. После чего или в ходе чего могут быть разные инциденты, которые бы показали Азербайджан не совсем красивым в виде в международном поле. Ему этого не нужно. Ему явно было гораздо важнее взять Карабах в мешок, в удавку. Удавку не только для Армении, но и для России. И он это получил. И он это продемонстрировал. И текст заявления, обнародованного с некоторыми потом поправками и на кремлевском сайте, но уже позже, продиктовал не Путин и не Эрдоган. Это сделал Алиев. И вот это, пожалуй, самое главное следствие из вот этой войны. На лопатки Россию положил не господин Трамп, не господин Макрон и даже не Эрдоган. Положил Алиев. В таком случае, Андрей Николаевич, какие последствия...